Так, ну вот, пожалуй, сразу вход у нас получили. Шикарная вещь. Настоящий мех интересный? Думаю, что да. Найс. Две пятьсот. Найс. Ну, это, конечно, Дольче Габана. Это я даже сразу вижу. Даже не надо. Даже такой не знаток брендов, как я, и то знаю, что вы думаете. Скажите мне честно. Я выгляжу одета на пятьсот двор. Ну что, сегодня мы снова пойдем в Виннерс. Если вы помните мою предыдущую видео из Виннерса, где я вам показывала Зару, Масима Дути, верещала от восторга, что я нашла мятые тряпочки там по 15 долларов, то сегодня я постараюсь вам показать Виннерс другой. Дело в том, что некоторые локейшн Виннерса завозят два раза в год лакжери вещи, там, Гуччи, Шанель, Лев Сен-Лоран, вот это вот все, настоящие лакжери вещи. И зависит этот локейшн, не во все Виннерсы, но вот один рядом со мной дом, который он туда завозит как раз те вещи. Два раза в год, где-то в конце февраля-начале марта и второй раз летом, в конце августа-начале сентября. Я, честно говоря, не знаю, должен быть уже завоз. Я сейчас пойду, мы сейчас пойдем посмотрим, привезли, не привезли, поснимаем, может быть, что-то померяем. Это там обувь, сумки, вещи, одежда и так далее. Цены, скажем так, не то, что совсем даром, но довольно, намного-намного дешевле, чем если вы пойдете там в тот же Гуччи сумки покупать. Но разметается это все моментально, то есть там будет толпа народу, которой будет хватать, это все просто как горячие пирожки. Так, ну вот, пожалуйста, сразу вход у нас Гуччи. Вхоженный такой мешочек, 2500 долларов. Еще один маленький такой Гуччи прозрачный. Сейчас сколько он у нас? 700, 699. Дальше у нас идет хвоя, бежевая сумка. Тоже 1500. Здесь у входа стоит охранник, потому что все это стоит у самого входа, чтобы, знаете, можно так легко заскочить, схватить и убежать. Поэтому он стоит на входе, ну и уже, конечно, подозрительно на меня смотрит, что я тут с съемками. Это Маккуин, да? Или кто это? Кто это? Да, Александр Маккуин. Клач. Где это еще? Шикарно. Посмотрите, какая шикарная вещь. Настоящий мех интересный? Я думаю, что да. Так, Фэнди. Это Фэнди. Почон. 1899. Это у нас... Что это такое желтый? А, это Фэнди тоже. Такой вот желтенький цепочек такая. Цены не вижу. Нет цены. Так, сверху у нас дольчика опала. 1500. Внизу у нас тоже хлоя. Вам видно? Хорошо видно? 1500 долларов. Видно, слышно. Я надеюсь, я так стараюсь тихонечко, чтобы, знаете, работал какой-то доченький цепочечный. Бочоночек. Найс. 2500. Найс. Так, идёмте с другой стороны посмотрим, что у нас здесь. Здесь тоже хлоя. Чёрная сумочка. И она у нас тоже 1500. Это и салан. Маленький. 1800. Так, очки. Джимичу. Джимичу. Добавляем. Салан. Ну, здесь что у нас? Шузель. Дольча Габбаны. 11 размер. Ну, мы жалко. Что они стоят? 400 долларов. Здесь у нас обувь. Разнообразная. Ну, это, конечно, Дольча Габбана. Это я даже сразу вижу. Мне даже не надо. Даже такой не знаток брендов, как я, это узнает, что это Дольча Габбана. 400 баксов. Это у нас Сен-Лоран Шопер за 1000 долларов. Это тоже Сен-Зи, только красный. У нас был там вот такой... У нас был такой чёрный, по-моему, это. Да, чёрная гладкая сумка. Это Малбери. Что это, Малбери? Да, Малбери. Малбери. Маленькая сумочка, совсем 250 долларов. Это Хлоя. Типа 700. 250 долларов, какой-то кошелёк. Сейчас, тревять чё кошелёк. Так. Здесь обувка. Тотс. Пирогамо у нас за... Тотс за 300. Хлоя. Это 379. Совсем недорогая сумка. Это Хлоя или что это за другое? Нет, это не Хлоя. Я даже не пойму, что это. Хлоя. Хлоя, Хлоя. Цену не вижу, вижу, не вижу. 1300. Это силиндр. За 1000 долларов. И это... Это тоже Хлоя. Что-то там был Хлоя или нет, Тосунка? Я так и не поняла. 279. Это какой-то дешёвый Хлоя, наверное. Видите, он называется... А, Сива и Хлоя, это Сива и Хлоя. Поэтому он дешевле не нужен. Ну вот. Тут же я чу. 41-й раз нужен. 400 долларов. Тотси, тотси. Ну вот так. Есть что выбрать, есть на что посмотреть. Согласитесь, правда? Так, ну мы в примерочной. Я попыталась поснимать, как я там перебирала эти вещи. На рейли. Ну, честно говоря, неудобно. Перебирать вещи одной рукой, другой телефон. Вот. Сейчас я вам покажу, что я нашла. Значит, если сумки и обувь действительно Дольща Кабана и всякие там Гуччи и так далее, то одежда такая попроще. Там типа Максмара Уикенд, Боря Армани. Что это, в принципе, не самые дорогие бренды. Ну, это как бы бренды дорогие. Максмара и Армани. Ну, это их подразделения, которые подешевле. Немножко такие, скажем, дискаунтные. Ну, ничего. Мы нашли что-то. Не знаю, что тут. В общем, нанесла, как всегда. Всякого разного. Так, будете смотреть мою добычу. Значит, пиджак. Эмпория Армани. Так, следующая это юбка. Юбка Хлоя. Она стоит 300 долларов. Такая вот. Тоже, кстати, мятая. Вот даром, что ни Зара и ни Масима Дути. Но тоже вот 300 долларов, но она такая же мятая. Это у нас юбка Эмпория Армани. Стоит она 100 долларов. Вообще дешево. Но Эмпория Армани это не очень дорогая бренд. Знаете, мне понравился цвет этого платья. Такой желтенький, цеплячий. Там, кстати, была желтенькая сумочка цеплячья. Бренд называется... Вот так. Так, боюсь сказать неправильно. Пьяца Семпиони. Вот такая пьяца Семпиони. Стоит она 300 долларов. Неплохая такая пьяца. Надеюсь, что я в него влезу. Дальше у нас... Это мое пальто, это не добыча. Так, это такой же свитерочек. Очень простенький. Стоит 200 долларов. Это Макс Мара Викенд. Это Эмпория Армани. Такое платье-рубашка. Синяя за 129. Это пиджак. Тоже Эмпория Армани. Или просто Армани. Не знаю. Нет, это Армани коллекшн. Это не Эмпория. И он стоит 200 долларов. И вот такое платье. Опять у меня все какого-то одного цвета. И вот это платье тоже Эмпория Армани. Стоит 129. Вот такое вот. Вот так. Все, давайте мерить. Все показала. Сейчас будем мерить, примерять. Посмотрим, что подходит, что не подходит. Что красиво, что некрасиво. Так, первое платье маловато мне немножко. Как-то сковало меня в груди. И облегло живот. У него тут карманчики. Я не помню, что это за размер. Я сейчас посмотрю. Размер. И кто это? По-моему, Эмпория Армани. Ну вот, знаете. Я же не такой у меня уже грудь. Чтобы прям вот так уже. Прям вот так быть прям таким маленьким. Ну, маловато. Я, как всегда, сегодня вот в обуви, которая ни к чему абсолютно не подходит. И, ну, будем мерить с тем, что есть. В чем пришли, в том и будем мерить. Ну, вот такое платье. Оно симпатичное, неплохое, но оно мне маленькое. Так, вот это платье с пиджаком я надела. Пиджак Армани. Пиджак небольшой. Веганский просто, я бы сказала. Я что-то хватала, знаете, не глядя на размеры. Вот что видела, то и хватало. Как всегда. Короче, в общем, по цвету они очень подходят друг к другу. Но пиджак, по-моему, размер 50. А платье я сейчас посмотрю. Я сейчас сниму его и скажу вам. Платье мне маленькое, пиджак мне большой, руководлинные. Ну, в общем. Ну, представление вы получаете. Значит, пиджак Армани стоит 199 долларов. 200 долларов. Огромнейший пиджачище. Так, платье размер 38. Поэтому маловато. А пиджак размер 50. Ну, и что-то хватало, не глядя на размеры, особенно не присматриваясь так. Что было, то и полюбила. Так, это тоже Эмпория Армани. Это платье-рубашка. Тоже как-то в груди. Какие-то лекала для нефигуристых женщин. Ну, ничего, нет-нет. У него тоже карманы. Оно такое все на пуговицах. Приятно очень. Я не знаю, что за качество, но оно приятное. Как будто вышел, возможно, даже. Стоит оно... Стоит оно 129 долларов. Недорого. И оно, видите, оно, в принципе, такое серо-синий. Пояс у него двусторонний. Здесь такой защитный. И когда завязываешь, так оно как бы получается. Вот это неплохое платье. Оно мне нравится. Сидит неплохо. И такой фасончик. Так, вот это платье имело потенциал. Мне очень понравится. Потому что вы знаете, что я люблю поярче. Желтый, хорошо. Давайте мне два. И у него такой интересный фасон. У него есть здесь карманы. И все. Ну, вы знаете что? Вот дорогой бренд, который должен был бы как бы... Вот этот карман здесь на пузе, да? Он не создает красоты большие. Если честно, подчеркивает все, так сказать, недостатки фигуры дамы моего возраста. Я имею в виду, что... Ну, может быть, на кого-то похудее и потоньше оно бы выглядело бы лучше. Я бы предпочла, чтобы вот этого вот здесь вот не было всего. Потому что мне кажется, что оно... Даже подчеркивает то, чего нет. Хотя у меня, конечно, есть что подчеркнуть, но в этом смысле... Кенгуру такое. Но... Да, вот так. И оно как-то тоже вот здесь от узковата в нижних отсеках. Трикотажное такое. И, в общем... Ну, я как-то думала... Ожидала, что оно мне больше понравится. Я от него больше ждала. Потому что цвет такой фасон интересный. Ну, как-то... Во-первых, мне еще кажется, что, знаете, оно как-то не очень хорошо сшито. Вот это вот здесь все комячится как-то. И мне взяло пять минут и все расправить. И все равно это выглядит как-то достаточно так убого. Как будто бы это... Из... Из Зары или из H&M платья. А не какой-то там итальянский, невыговариваемый бренд за 300 баксов. Ну вот. За 279. Могло бы быть и получше. Вкроено. Так. Юбка Emporia Armani. По-моему, за 100 долларов. И свитерок Max Mara Weekend. За 200. Юбка мне велика. Размер 46. Ну, свитер-свитер. Как бы нормально. Ну... Юбка и юбка. Свитер и свитер. Скажите мне, пожалуйста... Я что-то не понимаю в этой жизни. Почему этот свитер стоит 200 долларов? Я понимаю, что это название. Наверное, он сделан из хлопка. Ну... Ну, свитер-свитер. Я вот его держу в руках. Я его на себя надела. Я не могу сказать, что я вообще обалдела от того, какого оно качества. И как он сидит. И как он сделан. И как он вывезен. То же самое про юбку. Ну, ладно. А Emporia Armani это такой бренд подешевле. Хотя тоже ему 100 долларов стоит. Ну, вот свитер 200 долларов. Расскажите мне. Объясните мне. Хороший свитер. Ну, как бы, по-моему, в Яникло можно купить такой же баксов за 40. С размерами я что-то совсем не понимаю. Юбка 46 не огромная. Юбка 38 была мне просто... Платье 38. Я с трудом влезла. Ну, в общем, жесть. Жесть с размерами. Размер как в Заре. Не угадаешь. Так. Последнее. На сегодня. Юбка Хлоя за 300 долларов. 300 долларов на... Это мы говорим про... Про outlet. Это как бы outlet. Она здесь уцененная. Фантазия дизайнера сделала всплеск. Сзади она длиннее. Сзади она, видите, такими вот идут складками. А спереди она короткая. Что вам сказать? Я даже не знаю, что вам сказать. Мне она не нравится. Она неудобная. Она странная. Она... Ткань такая, знаете... Я, может, потом посмотрю состав. Мне просто даже интересно. Она такая какая-то липучая, как синтетика. Такая вот... Не очень приятная на ощупь. Залипает на все. И, в общем, прилипает, облипает. И как-то так это все, в общем, выглядит. Это странно. Знаете, я как этот самый супермен в плаще. Вот, знаете, когда он в своем там наряде. И сзади у него такой плащ развивается. И я так сейчас взлечу. И полечу мир спасать. Значит, вот так стоит 300 долларов. Юбка. И 200 долларов светорог. Макс Марова кинт. Скажите мне честно. Дорогие мои зрители. Я выгляжу одета на 500 долларов. Вот это все прилипает у меня. Ну, нет, серьезно. Совершенно я без всяких подвохов имею серьезный вопрос. 200 долларов и 300 долларов. Это получается 500. Я выгляжу одетой на 500 долларов. Причем это цены аутлета. То есть, если бы я эти вещи купила бы в самом магазине, это бы, наверное, обошлось бы мне в 1000 долларов. Вот этот наборчик. Я ничего не говорю. На ваш суд вы нашел вопрос. А вы мне в комментариях напишите. Я еще хотела примерить вот этот пиджак. Тоже Emporia Armani. Он выглядит симпатично. Но я в него не влезла. Просто позорно совершенно не застегнулась. Вообще, даже вот близко здесь такая пуговица. Я просто вот даже вот не сошлась. Мне какой-то размер, я не знаю. Сейчас посмотрю. 38-й. Сколько он стоит? Что-то цены на нем тоже нет. Да. Нет цены. Ну ладно. Сейчас я посмотрю. Вот мне интересен просто состав этой юбки. Потому что она на ощупь отвратительного качества совершенно. Хорошо. Сейчас я оденусь в свое. Закруглюсь. Попрощаюсь с вами. Посмотрю состав этой юбки. И мы с вами еще 5 минут поговорим. И разбежимся потом. Ну вот, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Вот написано кое. Размер 38, по-моему. Не знаю. Вот ее цена. Состав ее я не нашла. Вот правда. Ковырялась, ковырялась. Во всех ее бумажках нигде не написано, с чего она сделана. Ну, вот так. Теперь. А вот свитер Max Mara Weekend. Вот его цена. 15. Ну вот он, наверное, хлопковый. Я подозреваю. 100% плюс. Такая у нас сегодня была с вами примерка. Необычная. Я на полном серьезе совершенно хочу вас спросить. Я не сторонник, не люкса, не масс-маркета, ничего такого. Ну, в прошлый раз, когда я здесь в Инерсе примеряла, я примеряла 15-12 долларовые вещи из Зары и Массима Дути. Если вы не видели этот влог, то посмотрите его. И я хочу вас просто попросить сравнить, как выглядели вещи за 15 долларов на мне и вообще, и как выглядели вещи за 200-300 долларов, которые я примеряла сегодня, которые люксовые и так далее. Просто так вот. Если честно, хотите я вам скажу мое мнение или вы мне скажете свое, но я вам должна сказать, что я большой разницы в качестве и в том, как вещь сидит, и в том, как она сшита, я не вижу. Возможно, потому что это остатки. Возможно, потому что если я пойду в магазин Макс Мара Викенд, или я пойду в магазин Клои, и я там возьму вещь, которая не остаток, а, так сказать, которая продавалась в сезон, она будет выглядеть лучше. Но понимаете, эти вещи не сшиты специально для Outlet. Это вещи, которые остались в магазине Клои. И вот их сейчас сюда привезли, потому что они там не продались. Не продались они по причине того, что они не очень красивые, не очень удачно сшиты, не очень хорошего качества и так далее. Но, тем не менее, они ведь были сшиты и выставлены в магазин и продавались в магазине. Значит, если здесь 300 долларов, она, видимо, долларов за 500-600 продавалась. Потому что здесь обычно так 50-40% скидка. То есть долларов за 500-600 она продавалась в магазине. И я, как бы, так сказать, немножко, да, удивлена. Хорошо. Тем не менее, я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. Я надеюсь, что вы будете продолжать меня смотреть. Вам понравился мой влог. И увидимся с вами в следующем видео. Ставьте мне пальчик вверх, если вам понравилось. Всего доброго. Пока-пока-бай.